Эгоисты все, эгоисты все. Мужчине нужна женщина, он на нее бросается, а женщине нужен комфорт. И кстати в этой связи я тоже пару слов хотел сказать. Иногда ко мне женщины подходят и говорят, Олег Геннадьевич, я хочу духовной жизнью жить, а муж хочет секса, он у меня такой греховный вообще. Я не знаю, что с ним делать вообще, с таким греховным человеком, как жить. Так вот, женщины, послушайте внимательно. У женщины психика настроена на тонкий секс, то есть на наслаждение тонким пространством. Что это значит? Это значит, что когда женщина спит на мягкой постели, когда у ней красивые вокруг обои там, очень красивая обстановка такая хорошая, это ее балдеж. Когда она балдеет, она разжигает желание наслаждаться у мужчины, а балдеж у мужчины, он в другом, понимаете? Поэтому, как бы, вот вы поймите, что если вы сами балдеете, ходите рядом с мужем, значит он тоже будет хотеть балдеть. И вот это неизбежно, потому что женщина настроена на наслаждение вот такое вот, комфортом, уютом, сладостями там. А мужчина наслаждается только женским телом. Поэтому, вот вы уж поймите, как этот мир устроен, и уж мужиков не сильно так обвиняйте. Если вы такие уж прям аскетичные, тогда и живите аскетично. Если женщина не наслаждается ничем, она у мужчины не разжигает половое желание. А? В смысле, как с любым? Просто смотрите, вот это важный вопрос, что для мужчины любовь не самая важная. Вот смотрите, видите, вы опять перетягиваете, женщины перетягивают одеяло на себя все время. Так устроена психика просто. Почему? Потому что у женщины психика построена на более чистые... У женщины эгоизм более бескорыстный, будем так говорить, более чистый. Вот приведу пример, допустим. Вот мужчине нужен секс, а женщине нужна семья. Это эгоизм, я хочу семьи. Женщина скажет, нет, это бескорыстие. Нет, моя хорошая, это эгоизм, но более чистый. Женщине нужен тонкий секс, она любит комфорт, уют, там порядок. А мужчине нужен грубый секс. И скажет, это что, тонкий секс, комфорт, уют, порядок, это бескорыстие? Женщина скажет, конечно, бескорыстие. А на самом деле это корыстие. Просто поймите, у женщины корысть имеет более возвышенную природу. Ибо часто женщина этим пользуется. Она говорит, ну то, что мне надо, это вообще цветочки по сравнению с тем, что тебе надо. Но у женщины психика, допустим, у мужчины психика настроена на то, чтобы просто побалдеть, понаслаждаться жизнью и бросить. А женщина говорит, хочу замуж. Не просто обалдеть, а хочу жить в семье. Видите, ее корысть, это корыстное желание. Но оно более возвышенное, потому что оно создает уют, семью, дети вырастают. Или женщина говорит, хочу детей. Она не просто секса хочет, она хочет детей. Это тоже более возвышенное желание. Поэтому женщины не должны себя считать слишком крутыми. Типа, я совсем бескорыстная, мне ничего не надо. Тебе все надо, просто твои желания, они имеют более высокую природу, потому что так устроен мир этот. Женщина следит за тем, чтобы все хорошо в жизни было, а не мужчина. Это она контролирует ситуацию, потому что Бог ей дал более возвышенные эгоистические желания. И часто она их ставит в ранг вообще божественных желаний даже. Она говорит, так семья это божественно, я хочу семье, а ты что хочешь? Я божественный, у меня желания, а у тебя демонические. Да, 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 да. Он должен обещать дальше, успокаивать ее. Я тебя прошу простить, как будто птицу в небо отпустить. Классно же, да, когда мужчина... Конечно. Успокаивать женщину возможно, если он благородно говорит. Я прошу тебя простить сегодня раз и навсегда. И такой сильный, и выйду, ну слава Богу, ладно, буду верить. А? Вот так себя чувствуют. Когда мужчина не унижен, не унижен, сперматозоиды классно себя чувствуют. Они не любят, когда мужчина унижается. Мужчина же не проиграл, он стремится там к женщине. А, все, теперь все, я понял, женщины. Вот зачем вы лекции слушали. Женщины сейчас придут домой и скажут мужику, если ты мне две комнаты не сделаешь, сперматозоиды у тебя сдохнут. Я понял систему. Так, психика женщины устроена, она берет самое лучшее в лекции всегда. Мой хороший, если он стремится к цели, то у него сперматозоиды чувствуют себя хорошо. Если он чувствует себя победителем, побежденным, тогда плохо. Ах, что-то вы расстроились. Не застыковки? Нет, наоборот, застыковки. Моя хорошая, удовлетворить все желания женщины просто невозможно. Потому что, как только удовлетворяется какое-то желание, у них появляется такое же жгучее следующее. И так бесконечно. Поэтому просто радуйтесь жизни, любите то, что есть. Будьте довольствоваться женщиной тем, что есть. Мечтайте о будущем, это хорошо. Но не сильно, а слишком сильно, а то мужика задолбаете просто. Мужичка надо беречь. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова